Американцы похвастали своими томогавками. В Одессе они устроили экскурсию на крейсер, вооруженный этими ракетами. Впрочем, на украинском флагмане Гетминца Гайдачной тоже было что показать. Что еще было интересного на международных учениях, Сибрис расскажет Андрей Анастасов. В МС США в этом году прибыли на Сибрис на двух боевых кораблях. В Одесском порту пришвартовались эсминец Керни и крейсер Хуя-Сити. Капитан последнего не без гордости рассказывает, длина судна почти 200 метров, экипаж свыше 300 человек. На борту 4 двигателя мощностью 60 тысяч лошадиных сил, есть вертолеты и, конечно, масса вооружения. На борту моего корабля 122 ракеты, стандартные, торпедные и, кроме того, томогавки. С их помощью мы можем выполнять абсолютно любые задачи по организации противолодочной и противовоздушной обороны. А главное, способны все это делать одновременно. Свой запас вооружения сегодня продемонстрировал и флагман военно-морских сил Украины фрегат Гетман Сагайдачный. Это зенитно-ракетный комплекс ОСА, способный поражать как воздушные, так и надводные цели. Журналистам также показали установки с реактивными снарядами и рассказали, для чего они предназначены. Это могут быть подводные човны, засобы руху, подводные диверсанты. И могут быть использованы при обороне от противокорабельных ракет. Сегодня же в рамках Сибриз прошло несколько тренировок. Канадские и британские водолазы искали мины, прикрепленные к днищу корабля. Украинские пограничники демонстрировали, как обезвреживают в море контрабандистов. А американские саперы показывали роботов, маленького и большого. Этих роботов мы используем, когда, к примеру, на расстоянии нужно обезвредить самодельную бомбу. Особенно, если это происходит в городе или в труднодоступных местах. На следующей неделе начнется активная фаза учений. Кульминацией станет борьба с условным противником в открытом море. Его роль сыграет турецкая подводная лодка. Задача пройти через район, не обнаружив себя. Задача корабельного соединения авиации – найти этот человек и прибусить его до 1. Масштабные учения, как запланировано, будут проходить не только в акватории Черного моря, но и на полигонах Одесской и Николаевской областей. Завершится Сибриз в конце июля. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Продолжение следует... Продолжение следует...